Традиционно ежегодный отчет главы администрации Тамбовской области проходит на расширенном заседании областной думы. Это значит, что в зрительном зале, помимо народных избранников, присутствовали руководители исполнительных и законодательных органов муниципальных образований области, общественные деятели, эксперты, журналисты. Каждый из приглашенных в выступление Александра Никитина расставил свои акценты и поделился ими с представителями СМИ по окончании заседания. Инвестиционный подход во всем, применение инноваций, продвижение существующих в регионе трендов, гибкость и уход от формализма в решении поставленных задач, а также пристальное внимание к молодому поколению, отметил Виктор Путинцев. Сохранить молодежь на территории области и на территории города, создав им комфортные условия. Для того, чтобы данную молодежь грамотно и правильно воспитать и обучить, именно в этом году была заложена и построена школа Сколбова. Впереди развитие детского технопарка «Фанторио», который из себя будет иметь минимум, наверное, шесть высокотехнологических лабораторий, где непосредственно можно будет соединить теоретические знания уже реально с практическими. Далее шаги это по СУЗам и по ВУЗам. Мы должны понимать, с какими идеями будет заходить инвестор в нашу область и какие направления продуктов будет развивать. И вот непосредственно в СУЗах и ВУЗах необходимо уже изучать новые технологии, в том числе и продукты информационного содержания. Отчет губернатора Тамбовской области показывает его как человека, не только глубоко знающего жизнеустройство региона, но и переживающего за все происходящее, считает Ирина Тен. Да, есть успехи, но и немало проблем, которые предстоит решить. Губернатор Александр Валерьевич Никитин не скрывает проблем, которые сегодня стоят. Он не скрывает, что у нас есть определенные вопросы в демографии. Он не скрывает то, что у нас есть определенные проблемы в сфере дошкольного образования. Это обеспечение дошкольным образованием детей от полутора до трех лет. Но помимо того, что он говорит о проблемах, он сегодня поставил четкие задачи достаточно, которые позволят эти проблемы в дальнейшем решать. Также губернатор призвал к тому, чтобы все силы общественные объединились, все здравомыслящие люди должны работать в одном направлении. И мы понимаем, что только вместе мы сможем решить определенные сложности, которые сегодня существуют. Максим Жалнин, который является главным экспертом, участвующим в основных аспектах ключевых показателей инвестиционной привлекательности региона, отметил для себя акцентное слово, звучавшее на протяжении всего выступления губернатора. Сегодня слово «стратегия» и «стратегические инициативы» звучало на протяжении всего выступления. И, конечно, в повестке дня агентства «стратегический инициатив» это очень важно. И погруженность губернатора в эту повестку, особенно в 12 цельвых моделей, по улучшению инвестиционного климата в нашем регионе, на мой взгляд, это крайне важно. Ряд рабочих встреч до этого выступления, проведенные с представителями нашего агентства, по целевым моделям, нашли свое отражение в докладе. Поэтому в меня это вселяет большую надежду, что те целевые показатели по инвестиционной привлекательности, которые поставлены президентом, правительством, я думаю, что они будут выполнены. Среди множества экспертных мнений явно убеждены, что отчет главы региона Александра Никитина не только о сделанном в 2016-м, но и о стратегии развития Тамбовщины на ближайший год с обозначением проблемных вопросов и конкретных задач для решения. Галина Заяцова, Александр Трегубов, НашГород. Галина Заяцова, Александр Трегубов, НашГород.